всем привет андрей уши в огне и сегодня мы поговорим с вами про reunion такой замечательной группы как slow dive потому что недавно у них наконец-то вышел новый полноформатный одноименный альбом это 5 альбом группы и вышел он 22 года спустя после как распада группы так и их последней пластинки подобная фраза уже стала обычной для ушей в огне и я крайне рад этому факту мне приятно разговаривать про группы которые были популярны когда-то тут они вновь появились и делают что-то замечательное до сих пор она и неудивительным наша с вами история развивается по спирали и slow dive вернулись к нам спустя ровно одно поколение по сути slow dive становится последней группой которая выпускает свой новый материал из вот этой вот самой плеяды шугейзеров у нас уже были джизис и мэри чей недавно я рассказывал про них были мы bloody valentine были лажь были сверх драйвер остались только райт их альбом насколько я помню выйдет этим летом перед выходом альбома мы имели возможность ознакомиться с двумя синглами ими стали star rowing и sugar for the pill и вот эти два трека очень хорошо определили общее и целое настроение данной пластинки по сути и весь альбом представляет из себя две половины одного целого на одной чаше весов у нас что-то быстрое буйное и активное на другой же наоборот что-то спокойное медленное медитативное и черт возьми я лично очень люблю когда альбомы строятся на вот этом самом контрасте но конечно же самого факта контраста недостаточно сама группа должна постараться очень сильно для того чтобы эти части не звучали разрозненно чтобы они были действительно половинами одного целого чтобы одна плавно перетекала в другую не были заметны переходы и у слоу дайв это получилось великолепно смена темпа эмоции настроение какие-либо оттенки чувств которые собственно наблюдаются на данном альбоме позволяют тебе сформировать очень цельную очень хорошую стойку и гармоничную картинку всего того что музыканты хотели нам поведать с помощью вот этих вот композиций конечно же в основе своей слов дать не поменялись они все так же играют шугейс и дрим поп максимально каноничный и тягучий прямо такой каким он должен быть рафинированный шугейс в свое время эта группа стала едва ли не прародителем самого жанра шугейс под впечатлением от слоу дайв появилось огромное количество других команд подобного толка и даже не одно поколение подобных групп сменилось уже появились люди которые впечатлялись группами которые впечатлялись слоу дайв и так далее но сейчас же мы имеем очень интересную ситуацию группа которая породила вот эту вот всю плеяду современных шугейзеров ну понятно что не в полной мере породила но очень сильно на них повлияла сама начинает пользоваться наработками которые придумали уже вот эти вот самые ребятам поздний шугейс его вторая третья волна именуется в музыкальной среде как нью гейс и вот на этом самом альбоме я лично слоу дайв готов отнести именно к нью гейзу нежели к классическому шугейзу попробую объяснить почему для противопоставления возьмем my bloody valentine но не в 2013 году вышел альбом который практически полностью состоял из старого материала то есть он был записан и придуман уже довольно давно просто ждал своего часа кевин шилдз говорил что он постоянно над ним работает не знаю насколько это правда но факт в 2013 году my bloody valentine выпустили что-то что было записано 20 лет назад предположим когда-то тогда но на альбоме слоу дайв не создается впечатление что это старый материал сразу понимаешь что как минимум большая часть этих песен было написано придумано и записано после 2014 года когда группа собственно возродилась я однозначно отношусь к этому факту позитивно любая музыка любой жанр должен развиваться он должен получать какие-то новые формы как это было блин с огромным количеством современных жанров и многие из нас явно знакомы с такой ситуации когда какой-то жанр сначала выглядел вот так вот потом через 20 лет он начинает выглядеть по-другому как пример какой-нибудь пост хардкор металлкор и иже с ними они сейчас совершенно не похожи на то какими эти жанры были там 90-х годах судей зам к счастью ситуация по большей части сохраняется на одной линии то есть он не меняется слишком сильно да какие-то элементы претерпевают изменения но по большей степени жанр остается в своих рамках мне хочется сказать что шугейс не растет вперед он растет вширь то есть группы не то есть группы не стараются открыть в этом жанре что-то новое хотя у нас есть конечно блэк гейс но бог с ним группы стараются придумать что-то новое именно в рамках жанра то есть как поинтереснее сыграть те или иные моменты как обыграть те или иные эффекты что придумать какие инструменты добавить какие жанры возможно подмешать как самый хороший пример позитивных изменений в в Шугейзе группа Мэллори, глубоко мой любимый дрим-поп коллектив, который привносит в эту музыку действительно что-то новое. Я не буду подробно рассказывать, что они делают, просто по возможности ознакомьтесь с любым их альбомом. У Slow Dive получилось записать такой альбом, который я обычно называю атмосферным. Без атмосферы в Шугейзе ну никак нельзя, и Slow Dive это понимают лучше, чем кто-либо вообще. И пятая пластинка этой команды затягивает в себя полностью на все 9 треков, начиная с самой первой ноты. Она задевает все необходимые струны твоей души, она затрагивает все самые релевантные эмоции и оставляет после себя вполне конкретные ощущения и общее настроение. Вот серьезно, я слушал этот альбом в первый раз, идя по дороге с работой, как это у меня обычно бывает, и с самого первого трека, который с Ломо, я был ошеломлен и очень приятно удивлен. Этот альбом способен вогнать тебя как в очень активное, буйное эмоциональное состояние, так и наоборот, успокоить и привнести в твой мозг ощущение легкой, но приятной меланхолии. Когда ты вспоминаешь о каких-либо вещах, которые были в твоей жизни давным-давно, тебе они очень нравились, ты вспоминаешь о них вот с этой самой приятной меланхолией, понимаешь, что они почти наверняка не повторятся, ну и воспринимаешь эту мысль вполне спокойно и даже с легкой улыбкой. В технической стороне данной пластинки у меня нет практически никаких нареканий. На мой вкус, это лучший звук для Shugase альбома, который когда-либо вообще был произведен. Один небольшой минус, который я смог для себя выделить при прослушивании данного альбома, это иногда выскакивающий звук рабочего барабана на передний план. Он слишком заметный, слишком много притягивает внимания на себя, но, к счастью, это не всегда. Да, и обычно проявляются места, где остальные инструменты начинают только вступать в основную партию. Я ожидал данный альбом, опасаясь, что он не сможет меня удивить, что он окажется стандартным, и, к счастью, этого не произошло. Это удивительная пластинка во всех смыслах этого слова. С самого начала данного альбома я был убежден в том, что это первая десятка от «Ушей в огне» в 2017 году. Абсолютно прекрасная и замечательная работа от людей, которые в свое время смогли произвести хоть и маленькую, но все же революцию в музыке. Как свои самые любимые композиции на данном альбоме, я выделил бы первые три трека. Это «Slow Most», «Aroving» и «Don't Know Why». Но все остальные шесть треков также абсолютно полностью заслуживают вашего внимания. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Это замечательная пластинка. Искренне надеюсь, что вы успели ее прослушать. Если успели, напишите свое мнение по поводу данного альбома в комментариях. Как обычно, обсудим это с вами вместе. Обязательно вступайте в наш паблик ВКонтакте и подписывайтесь на мой личный инстаграм. Ссылка в описании к данному ролику. Ставьте пальцы вверх, если вам все понравилось. Пальцы вниз, если не понравилось. Подписывайтесь на канал «Уши в огне», чтобы всем было хорошо. Ну и на этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, «Уши в огне». До встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!